Ну что ж, дорогие друзья, зрители и подписчики Момкадан, с вами Мамору, и сегодня мы поиграем в такую увлекательную игру, как Майнкрафт, ностальгия. С момента прошлой серии, как я уже повторяюсь, наверное, не первую серию, прошло гигантское количество времени, что я успел сделать. Во-первых, это мое старое место, где, вы можете помнить, я жил раньше, то есть, там у меня остались, но большую часть вещей и сундуков я перенес. То есть, у меня опять лупит. Ты, убьем. Что я сделал? Карьер, докопал до самого низа, выкопал гигантское количество ресурсов. Я понял то, что совершил гигантскую ошибку, и что я сделал? Я просто перенес карьер. Нет, я сделал такую новую схему карьера, поставил новый карьер. То есть, он, ты же копаешь, да, вон, копает, то есть, все двигатели работают. Он копает, и теперь, то есть, у нас стоит алмазная труба, делается она из двух алмазов, то есть, здесь, в этих слотах ставится алмаз, и здесь стекло. Ставится алмаз, и, то есть, получается, в эту трубу, пустотную трубу, она красится из стекла, редстоуны, и черного мешочка, и склидер, который падает. Вот, кстати, странно, то есть, чак не прогружен, но не суть, надо просто туда подбежать, вот так вот. И, то есть, в какую сторону у нас поставлены, как это назвать, шаблоны, в ту сторону будут лететь шаблоны, и все остальные блоги. Если, то есть, компьютер видит то, что предметы соответствуют шаблонам, то они летят в эти люки, то есть, я не хочу, что это выполняется. Так, хорошо, циклинер мне просит обновления, ладно. Я отказался от предыдущей версии солнечных панелей, потому что, поскольку они были слишком дорогие, я решил сделать панели Ultimate Fitness Solar Panel, то есть, бесконечные солнечные панели. И видим то, что производительность красной материи, ну, просто материя, она гигантская, то есть, 6000 единиц, ну, джоу лифтик. То есть, один вырабатывает 112, и получается то, что вот такое количество, их тут 13, скажу сразу, вырабатывает 6000. Перейдем же непосредственно в дом, ну, как дом, цех, в котором я сейчас оборудуюсь, то есть, нахожусь. Делаю ее в виде круга, из обычного камня, переплавленного, и такие вкрапления делаю с помощью философского камня. Предыдущий философский камень у меня закончился, я решил сделать новый. Делаю небольшую резинку наверх, непосредственно, и сделал тут для начала три, мне хватит, в принципе, этих панелей солнечных. Они питают МФЭ, приходник энергии стоит, чтобы они не взорвались. Спустим свой монтаж ниже чуть попозже. Здесь у нас стоит бесконечный, ну, продвинутый, точнее, переносчик электроэнергии. Я сейчас скажу, ой, найду его, если вспомню, как он называется, я не помню, если честно, как он называется. А, трансформатор называется, трансформатор, вот. Трансформатор BH, он, вкратце, из энергокристалла, высоковольные провода, и, вот, высоковольных проводов, и там еще что-то. Там же еще что-то, вот. И электросхема. И все элементарно. Что ж, так, перейдем дальше, на следующий этаж. Так, дом у меня выглядит примерно так, вот на данный момент. Давайте закроем двери, чтобы, и убьем всех тварей, чтобы нам не мешали. Сейчас, давайте посмотрим, продолжим обзор. То есть, как видите, у меня было достаточно количества алмазов, чтобы сделать дом практически полностью из алмазов-сундуков. Я их тут систематизировал. Тут лежит всякий нужный хлам. Тут лежит ресурсы. Ну, дальше вы можете видеть. Также я поставил мод в Форестри, чтобы сделать вот такие вот банки. Банки, в свою очередь, крафтятся, сейчас скажу, вот так же как. Вот, они крафтятся из трех олова, и получается у нас большое количество банок, аж 12. Для чего эти банки нужны? В них хранится топливо. Топливо, оно вырабатывается у меня в той переговорочной заводе. У меня даже до сих пор не кончилось там. Чего меня до сих пор поражает. Проражает, наше впечатление. Вот. Перейдем непосредственно крафтам. Для начала я хочу скрафтить лампы. Лампы. Лампы, да. Так, низкие вольтные провода, и делают из золого. Наверное, я зря так много сейчас делаю, я потом пожалею об этом, но все же. Я уже сделал, то есть из-за такого вот небольшого крафта получается по 8. А я сделаю 8 стаков. Сделаем так, ну. Сделаем непосредственно вот такой вот большой количеств. Ааа! Нет. Я хочу 8 стаков. У меня, по-моему, даже еще там были провода. Не знаю, зачем мне такое вот количество ламп. Ага, вот так. Зачем мне такое количество ламп, но думаю, они мне пригодятся впоследствии. Возьмем себе. Так, и что я делаю? Непосредственно, я уже вот, они стоят у меня. Так, нам нужно подняться на уровне выше. Для этого я использую строительные блоки, которые быстро разрушаемы. Что я сделаю здесь? Я... У меня здесь стоят трансформаторы из МФС... МФС, получается. Идет обычный трансформатор, и потом идет трансформатор начального уровня. Для низких... Для механизмов с низкой емкостью. И дальше идут электросеть для освещения. Давайте сейчас уже спустимся. Зак... Закол... Ну... Уберем тут отверстие. Так. И просто ставим эти лампы на провода. То есть, лампочки горят и дают нам освещение. То есть, они выглядят поприкольнее, чем факела. По крайней мере, это мое мнение, и я буду жить с этим. Делается реально в гигантском количестве. Это... Но... Смотрите. Даже если мы поставим лампочку... Ну, так. Прикольно. Вот. То есть, она нам не выпадет. Это... Вот. А... Это очень печально, на самом деле. Ну, а у нас их большое количество. И, получается, наверное, они даже... У нас даже лишние остались. В принципе, я не удивлен. В смысле, я заменю тут все практически на эти лампочки. И будет, думаю, что она лидится прикольнее. Следующее, что... То есть, я хочу сделать из углепластика себе броню. Броню для начала сапоги, потом идут штаны и шнано-шлем. То есть, то, чтобы броня не разряжалась. Но потом я их проапгрыжу, потому что у меня сейчас недостаточно материала для этого. Следующая атака. Вот. Сначала сюда зайдем. Покажу для начала как раз вот такие вот эхо. Они делаются из МФЕ. Я показывал, как делается МФЕ. То есть, легко. Они делаются из мультикристаллов, МФЕшки, улучшенной электросхемы и улучшенной механизм. Электросхемы и механизмы я уже показывал. Показал мультикристаллы. Но у него простой рецепт. Она делается из электрокристалла, лазурита и двух электросхем. Получается мультикристалл. Вот. Перейдем же непосредственно к этому. Для начала берём 7 материи, у нас крафтится одна эридовая плата. Руда. Из 4 рунд и алмаза и композита крафтится эридовая плата. Композит крафтится из... Сейчас. Ой. Так, композит крафтится из композитового слитка в компрессоре. Композит крафтится из закалённого железа, бронзового слитка и оловянного слитка. Вот этим вот крафтом и не по-другому. Так и по-другому. И получать, ну, такие вот рецепты. Получается эридовая плата. Из 8 эридовых плат и сонариума получается у нас сонариумная плата. Чтобы получить сонариум, нам нужно 6 материи и 3 светящейся пыли. Так. Получается, что мы уже знаем, как делать сонариумы. Продвинутый солнечный генератор. Я не помню, я не готовил для него крафта, но давайте покажу, что он крафтится легко вроде. Вот, продвинутая солнечная панель крафтится из композита, улучшенных электросхем и трёх укреплённых стекул. Стекло крафтится из семи железа и двух композитных слиток, то есть вместо вот этих вот всех крафтится, ну, ставится стекло. Следующая, ну, из солнечной панели и иридиоплаты. Плата делается из... Так, начало, не эффект. Она делается из иридиумной платы. Чтобы сделать иридиумную плату, надо сделать 8 железа и иридиумные слиток. Иридиумные слитки, в свою очередь, делаются в компрессоре из обычного иридия. Дальше, из иридиумной платы у нас получается продвинутая иридиумная плата. Так, у нас используется 4 углопластика и композит. Углепластик делается из... Сейчас... Ага. 4 угля получается углеволокно, из 2 углеволокна получается углеткань, углеткань в компрессоре. Так. Ну, не сюда. Вот. И... Чего я хоть показал. Так, вот эту. Углеткань в компрессоре. Следующее. А из нее непосредственно по сузуритам, красной пыли, алмазикам и сонариумного парта. Она делается и ставится 2 материи посередине светопыли. Так, где? Ага. Вот там. Посередине светопыли. И получается сонарь у него парта. И получается, видимо, мы... Ну, продвинутый. И впоследствии мы делаем... Продвинутый... Сложный генератор. Следующее, что я хочу сделать. Это мне его сильно не хватало. В последнее время. То, что... Это... Электрический ранец. То есть, ранец, который позволяет нам летать. И давайте его зарядим. Так. У меня зарядился электрический реактивный ранец. Давайте оденем его. И я продемонстрирую его действие. То есть, нажимаем... Зажатием по белым и взлетаем. Как же мне давно этого не хватало. Ага. Понял. То есть, у нас уже непрогруженный чан. Как-то... На самом деле, очень плохо. Но поправимо. Да. Купается, я потом еще не придумываю с этим. И... Или вы можете... Попробую, конечно, с МС. С помощью МС и Дита что-то сделать. Но, наверное, у меня не получится. Из-за него, кстати, у меня по лагерам идут. И... Что? Я, в принципе, все практически показал так. Еще что не показал. То, что... Я уже показал, что он выкопал. Но каких трудов мне стоило построить вот такую гигантскую фигню из булыжника, просто не представляете. Я упал туда раз в 10, потерял один раз все ресурсы, мне пришлось все восстанавливать с нуля. Да. И все-таки я обстановил, и в последний раз я уже падал только с булыжника, то есть без ресурса. Я учусь на свою ошибку, да. Тем не менее, вот банка с топливом. Чтобы получить банк с топливом, нужно топливо непосредственно. Ага. Еще другие виды, какие-то капсулы, что ли, есть. Прикольно. С Форестерей я разбираться буду, впоследствии, думаю, ничего страшного в этом нету. Хлам всякий, ненужный, нахрен. Что это такое, зачем это надо? Зачем это вот все надо? Я вот, честно, не знаю. Зря, конечно, уголь. Единственное, что мне сейчас пригодится. Я бы хотел, наконец, в серии отправиться в одно очень интересное место. Так, для начала нам нужны муравьи. Для этого нам нужны муравьи. И сейчас муравьи появятся, и я... Что хочу сделать? В итоге у меня ничего не получилось с этой затеей. Но я нашел муравьиное гнездо и нашел муравья. Чтобы отправиться нам в муравьиный мир, нам надо просто тыкнуть по нему правой кнопкой мыши. Тем не менее, у нас идет загрузка мира. Так, вот мир загрузился. Сейчас небольшие пролагивания. Это идет загрузка мира. Нужно немножко лишь подождать. Давайте пока убиваем коровочек. По многим причинам я это делаю, поскольку одна из основных, то есть попадает провизия, поскольку у меня заканчивается. Она постепенно заканчивается. Альтернативных источников питания у меня нет. Вот, как я и говорил, я установил в Форестере. В нем есть такие вот улья. По-моему, они просто так не сбиваются. Мне нужно... Для этих целей совок. А для совка не нужны овцы. Овец я пока не нашел. Один из миров, который я считаю, самый полезный, это вот этот, поскольку тут есть гигантские деревья, то есть гигантские запасы дерева. Но это наменьше его полезность. То есть тут, по-моему, еще есть ходят какие-то големы, не знаю, големы. Из которых выпадает очень посредственно муравьи еще. То есть тут, или что. Да. Диздо себе заберу. А чтобы обратно выбраться, нужно просто тыкнуть на этого же муравья. Вот так вот, да. Ульев тут достаточно много, а мне нужны овцы, ребят. Овцы, где вы, овцы? Я знаю, что ульев много, овцы те же. А коров я вижу, а овец нет. Так, овцы тоже убьем. С вас мне нужны перья. Нефигово, с вас перья впадает, слушайте. Блин, я думал, овцы. Ребят, я по странству по этому миру, если что-нибудь интересненькое я найду. Минутку хардкора, не знаю. Стоит сложность нормальная, но тем не менее у меня нет до сих пор. Точнее, я не нашел ни одного монстра, агрессивного, что-то странно. Сложность у меня стоит нормально, давайте поставим сложную. Что это такое за столбой, давай. Давай, поднимаемся еще. О, это такие пальмы. Ладно. Парагрузка чайных идет, также съемка наблюжает мой центральный процессор. Все-таки требуется подождать немного, давайте я подожду и включу запись, или я что-нибудь интересное найду и включу запись. О, золотого яблока. Да, прикольненько. Ну, ребят, серьезно, я сколько уже подождать, то сунись на координаты у меня справа на мини-карте. И я до сих пор не нашел ни вот, блин, реально, ни одного такого дерева, которое я искал. Реально, вот просто, хотя бы на это заберусь, не знаю, зачищу этот данжет. Нет, реально, я хоть этого босса бы нашел. Ну, ты даже не босс, тут развлечение небольшое. Иди сюда. Что-то лендер перла. Ну, возьму все это, пожалуй. Так, что у нас дальше идет? А кольчуга? Ну, ненужная черня, понятно. Хотя бы алмазики дал бы, не знаю. Так, подряд ли алмазы у меня до сих пор есть. Так, где я сам, если я тоже дробь вроде прикольненький. Где ты, блин, засранец? Черт. А, во... Стоп, что? Что, простите? Голем, серьезно, на дереве? Ты что там забыл? Я и голем. Ты что забыл, голем? Ау. Где же не стоит создать? Ну, и что, у меня лупло? О! Так, что-то не подбирать. В общем, понятно, у меня лагает очень сильно клиент. Ой. А, блин. Это реально мир. То есть, мир лагучий, мир непродуманный. Надо проразбираться всюду, поставим это, и я выберусь, наверное. И после за кадром буду искать уже ульи и разбираться с форустре. И буду выдавать строго конструктив камеру. Если вы хотите подробностей, то ставьте непосредственно лайки. Подписывайтесь, комментируйте видео. Я знаю, эта серия вышла достаточно коротко, но все же. Всем удачи, всем пока. Не забывайте оценивать, подписаться на канал, чтобы не пропустить ничего. Всем удачи, всем пока. Пока-пока. Всем тортик. Субтитры сделал DimaTorzok